Украинские медики тем временем думают даже не о повышении. Им бы заработанное получить. В сентябре они пикетировали Верховную Раду, требуя выплатить миллионные долги по зарплатам. С тех пор прошел почти месяц, а денег как не было, так и нет. Почему проблема не сдвинулась с места, выясняли наши корреспонденты. Лилия Пархоменко, старшая медсестра в Коломейской центральной райбольнице, в медицинской сфере проработала более 20 лет. Несмотря на стаж и опыт, получает чуть больше минимальной зарплаты. 3,5 тысячи гривен. Правда, даже эти деньги не выплачивают уже несколько месяцев. С начала весны начались переборки. Можно месяц не дать, полтора месяца. А потом старались, сколько могли, сколько денег дали. На данный момент уже полепень месяц, заборгованность закрыла, лишилась серпень и верес. У женщины двое детей-студентов, семья фактически держится на заработке мужа. Время от времени помогают родственники. Я вообще очень люблю свою работу, через то я ее не лишаю. Хочу, человек скажет, почему ты туда ходишь, если тебе не платят деньги. И мы все-таки живем надея, что все-таки что-то изменится. Что про нас Лада вспоминает. Таких оптимистов, как Лиля Пархоменко, в больнице не много. Почти половина сотрудников устали ждать и уволились. Некоторых сократили в рамках оптимизации. Есть и такие, которые берут отпуск и едут работать за границу. В районной госадминистрации о проблеме задолженности знают, но уверяют, решить самостоятельно им не под силу. Сейчас задолженность медикам в Коломийском районе составляет более 20 миллионов гривен, а к концу года сумма вырастет вдвоем. Единственное, на что мы можем рассчитывать, это все-таки на выполнение тех функций, которые должна выполнить государство, и на отходение денег в медической субвенции, стабилизационной дотации для покращения ситуации. Это будет 19-20 миллионов. Но этой суммы не хватит, чтобы покрыть весь дефицит фонда заработной платы, ведь из этих денег Коломийский район получит только часть. Эту сумму разделят между всеми районными должниками. Сегодня она уже заборгована, заработная плата. Она есть и в Городенкевскому, и в Косевскому, и в Коломийскому, в центральных районных лекарнях. По подсчетам чиновников, в конце года долг перед медиками по всей Ивано-Франковской области достигнет 100 миллионов гривен. Анна Каменева, Жанна Дучак, Зиновия, Автонас, Телеканал Интер, Ивано-Франковская область.